Авария с участием маршрутки повлечет за собой массовые проверки перевозчиков. Что заставляет водителей лихачить на дорогах. В аптеках выстроились очереди за обезболивающими и жаропонижающими препаратами. Через два дня их будут продавать только по рецепту. Жара пришла, но купание запрещено. Городские пляжи откроют не раньше 8 июня. Какие опасности подстерегает отдыхающих сегодня? Виновником аварии с участием пассажирской газели в Пашино автоинспекторы считают водителя маршрутки. С помощью системы ГЛОНАСС они установили, что тот ехал с недопустимой на этом участке дороги скоростью 94 км в час. И только в этом году лихача пять раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Я прошу и наши надзорные и контрольные службы, конечно, отнестись и сделать определенные выводы по этому случаю и прийти к соответствующим решениям. Как по проверкам, так и по дальнейшему продолжению работы на линии ряда перевозчиков, которые за последнее время совершили вот такие серьезные правонарушения. В городе уже начинаются массовые проверки пассажирских перевозчиков. Злостных нарушителей обещают лишать лицензии. Анна Кондратенко сегодня пыталась выяснить, почему водители маршруток и частных автобусов так часто нарушают правила и как относятся к этому горожане. Пишный вокзал – одна из самых популярных остановок в городе. Через эту точку свой маршрут положили большинство новосибирских перевозчиков. Сделать кассу здесь пытаются как водители больших лязов, так и юрких вездесущих газелей. Именно в них по статистике ездить опаснее всего. Допустим, новые сейчас маршрутные такси, они оборудованы поручнями, там можно стоя ехать. А вот которые старые, то есть также добиваются, то заставляют присесть перед видом гаишников, то еще что-то. Чаще всего причинами аварии становятся нарушения водителями скоростного режима, гонки на дороге и игнорирование требований разметки. Впрочем, стиль и манера вождения маршрутчиков известно каждому, кто хоть раз оказывался на пассажирском сидении. Сейчас мы подходим к водителю одного из самых популярных маршрутов 23-го. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать для водителей, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, не попадали в аварии? Ну, не все же водители нарушают. Ну, все-таки, в общем, для своих коллег, что можете пожелать, посоветовать? Учиться надо, учиться. Еще раз учиться. У них первое сразу, что это деньги заработать надо, пассажиры. Я тоже, вот когда езжу на маршрутках, не очень комфортно себя чувствую. Планы большие, планы. Вот и гоняемся за планом. И что бы себе осталось, как говорится. Мы же не так просто выходим работать, чтобы у всех семьи, дети. Вот сейчас курсанты разъедутся, ученики разъедутся. У нас не останется работы. Практически будем возить воздух. А план, план он не скинется. В самое ближайшее время местные власти и службы ГИБДД намерены детально проанализировать систему оплаты труда на общественном транспорте. Сегодня в областном правительстве не исключили, что перевозчикам придется что-то менять. О конкретных шагах пока не сообщили. А вот главный автоинспектор области заявил, что в городе начались массовые рейды и негласные проверки. Мною дана команда, жесткая команда проводить негласный контроль с участием всех сотрудников госинспекции города Новосибирска. В таком объеме, что двигаясь на работу, либо в маршрутном транспортном средстве, либо в пассажирском транспортном средстве, в автобусе, либо на своей автомашине, заметив и выявив нарушение перевозки пассажиров, информировать. После аварии в Пашино в ГИБДД создана специальная группа для работы с перевозчиками и жалобами пассажиров. Легкой жизни нерадивым водителям, по крайней мере в ближайшее время, точно не обещают. Анна Кондратенко, Алексей Андробаев, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Сразу два грузовика длинномера перевернулись сегодня на Бердском шоссе. Около остановки Талово в Первомайском районе фуру занесло во время маневра, из-за чего прицеп опрокинулся поперек дороги. Еще одна фура перевернулась все на том же Бердском шоссе в районе Академгородка. Последствия аварии удалось снять одному из наших зрителей. На этих кадрах, снятых камерой мобильного телефона, видно, как опрокинувшийся длинномер пытаются поставить на колеса с помощью спецтехники. Из-за обеих аварий на шоссе образовалась многокилометровая пробка. В аптеках исчезают обезболивающие жаропонижающие средства, содержащие КДИН. Ажиотаж вызван тем, что уже с 1 июня их не будут продавать без рецепта врача. В аптеках выстраиваются очереди за популярными препаратами, но больше двух упаковок в одни руки не отпускают. Будет ли дефицит лекарств с КДИНом и есть ли им достойная замена, выясняла Елена Отмахова. Когда мучают головные боли, лилии помогает только пенталгин. Сегодня девушка решила пополнить домашнюю аптечку, но оказалось, в одни руки в этой аптеке продают лишь две упаковки. Да и выбора нет. Пенталгина уже нет. То есть их там три вида, одного, которым не нужно было, нет. Лично я уже запаслась. Уже три упаковки купила, например, господи, сейчас не вспомню название, тоже содержащие препараты. КДИН входит в состав обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Пенталгин, коделак, нурофен – всего более десятка номинований. Однако совсем скоро лекарства от кашля так просто не купишь. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, комбинированные лекарственные препараты, содержащие в своем составе малые дозы КДИН и его солей, это до 20 мг на одну дозу, с 1 июня будут отпускаться строго по рецепту врача. В поликлиниках уже начали выписывать бланки. Правда, пока за рецептом обращаются лишь единицы. Большего наплыва ожидают уже в эту пятницу. Чтобы избежать очередей жалоб, население будет в учреждениях лечебно-профилактических, которые выписывают лекарственные средства другим лицам, не наркоманам, естественно. Будет проводиться порядок такой, что выделятся специальные медицинские работники и кабинеты, в котором не менее трех часов будет заниматься медицинский работник, выпиской по показаниям этих КДИН содержащих препаратов. Тем временем фармацевты уверяют, популярным лекарствам можно найти замену. Фармацевтические компании давно подготовились к таким нововведениям. Уже почти год они выпускают известный препарат из пометки «Без КДИНа», заменяющий вещество теперь дретавирин. Но пациенты сетуют, такие препараты менее эффективны, а идти за рецептом согласны не все. Однако возможно, что как раз к 1 июня запасы КДИНа содержащих лекарств на аптечных складах иссякнут. Но в любом случае аптеки с вступлением в силу новых правил ждут массовые проверки. Елена Отмахова, Артем Тумарь. Новосибирские новости. Новосибирские медики предупреждают о возможной эпидемии кории. В городе зафиксировано сразу несколько случаев заболевания. Большинство пациентов заразились опасной инфекцией на отдыхе за границей. Почему, казалось бы, давно побежденная болезнь снова дала о себе знать, разбиралась Марина Аверина. Последние две недели пациенты инфекционной больницы номер один провели почти в полной изоляции от внешнего мира. Особые меры безопасности ввели после того, как 10 мая сюда поступила пациентка с подозрением на корь. Раньше она действительно считалась детской болезнью. Сейчас корь повзрослела. У нас регистрируются единичные случаи. В основном это, конечно, завозные. В январе было завозных два случая в Сунгушетии. Сейчас у нас завозной случай тоже в Сунгушетии. Один случай с Таиланда. Даже единичные случаи у врачей вызывают серьезное беспокойство. Эпидемиологи сравнивают корь с гриппом. Только осложнение гораздо тяжелее. Эти заболевания относятся к одной группе инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Чтобы заразиться, достаточно просто поговорить с больным. Корь настолько опасна, что медики создают для таких пациентов особые условия госпитализации. Для того, чтобы госпитализировать корь, существуют специальные мельцеровские боксы, в которых имеется отдельный вход с улицы. Главная защита, по мнению врачей, прививка. Но в отличие от советских времен, когда уколы делали всем без исключения, сейчас людям предоставлено право выбора. Имеются трудности, в каком плане, что родители, некоторые родители отказываются от этой прививки, не понимая большой значимости в связи с очень тяжелой инфекцией. Корь может угрожать не только детям, но и взрослым, даже привитым. Ведь защитный барьер со временем слабеет. Медики бьют тревогу. Сейчас в Европе и Украине настоящая эпидемия кори. А сотни наших земляков уже отправились на Евро-2012 поддержать российскую футбольную команду. Марина Аверин, Олег Макаров, Новосибирские новости. Новый пляж у Бугринской рощи в этом году не откроют. Инспекторы назвали его опасным для отдыхающих из-за близкого соседства с лодочными станциями. Остальные городские пляжи официально заработают не раньше 8 июня. Однако жара гонит горожан поближе к воде. Опасаясь несчастных случаев, спасатели начали патрулировать прибрежные зоны отдыха. Наш корреспондент Алексей Фазлеев тоже побывал сегодня на пляже и узнал, чем рискуют беспечные отдыхающие. Жара еще и неделю не держится, а желающих позагорать и искупаться на берегах Аби и водохранилища уже достаточно. То ли еще будет на выходных. Синоптики в субботу и воскресенье обещают до 30 градусов тепла. Тем временем официально городские пляжи еще не открыты. Погода способствует, но температура воды пока оставляет желать лучшего. Потому что на сегодняшний день температура воды это 8-9 градусов. Перед началом купального сезона в прибрежных зонах отдыха традиционный смотр готовности спасательных сил. Ну, когда взяли? Мы взяли в 2008-м или в 2009-м тоже. Море, солнце и песок. Что еще нужно для хорошего отдыха? Только вот песок на городских пляжах не отличается чистотой. Сами отдыхающие оставляют здесь мусор. Вот бутылки, жестяные алюминиевые банки, а береговая линия сплошь усеяна так называемым топляком. Это стволы и ветки деревьев. Естественно, это нужно все убирать. Сейчас все это будет указано. Мусор на берегу – это всего лишь полбеды. Главная опасность может таиться в воде. Вот, к примеру, у самого берега осколки стекла кто-то разбил бутылку. Спасатели перед открытием купального сезона обследовали все дно и выяснили, есть ли там такие опасные предметы. Желтый флаг над пляжем тоже недочет. Он означает, что купание разрешено. Но пока воду не проверят на соответствие санитарным нормам, над пляжем должен развиваться черный флаг. За безопасностью на городских пляжах в этом купальном сезоне будут следить отряды штатных спасателей. В местах неограниченного купания вахту будут нести матросы-спасатели. Всего 134 добровольца. Они должны пройти подготовку по 39-часовой программе. В том числе и сдачу нормативов, плавание в 100 метров, проныривание в 25 метров, подъем пострадавшего с глубины 4 метра и транспортировка пострадавшего. Желающим искупаться в этом году придется пройти лишние 100 метров, а то и больше. Слишком маленький уровень воды. Но даже при этом спасатели не расслабляются. Конечно, на таком мелководье утопающих будет меньше. Но сколько смельчаков придется вызволять из глубин обскового водохранилища. В помощь им катера и лодки. Кстати, парк техники спасателей в этом году пополнился еще одной единицей. Состояние городских пляжей пока удовлетворяет практически всем требованиям к спасателям. Теперь осталось дождаться вердикта санитарных врачей. Пробы воды уже взяли, анализы будут готовы через 7-8 дней. Так что официально городские пляжи откроются 8 июня. Алексей Фазлеев, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Этой ночью экстренные городские службы учились ликвидировать теракт на станции метро Площадь Гарина Михайловского. По легенде учений террористы захватили станцию и взорвали поезд. Начался пожар. В дыму оказались десятки условно пострадавших. К месту теракта прибыли около 20 различных служб. Спасатели, пожарные, медики, полицейские. Огонь потушили, террористов обезвредили. Из павильона станции и вагонов эвакуировали всех пассажиров и сотрудников метрополитена. Несмотря на помехи проводной связи, все экстренные службы справились с поставленными задачами. На крупных остановках общественного транспорта появятся удобные павильоны, парковки и терминалы для пополнения транспортных карт. Остановочные узлы обустроят по новым федеральным правилам. То понятие, которое имеется сегодня и которое есть по пересадочным узлам, это еще входит туда не только, допустим, пункт сформированный пересадкой пассажиров, а это еще и все услуги. То есть это услуги продажи билетов, это услуги, так сказать, наказания питания, там и ряд других услуг, которые должны оказываться на этих пересадочных узлах. Пока в списке претендентов на модернизацию 37 остановочных узлов. Первыми усовершенствуют остановки на площади Гарина-Михайловского, речном вокзале, площади Маркса, а также на железнодорожной станции Камышинская. Их должны обустроить в течение двух лет, а к 2030 году свой облик изменят и остальные остановочные пункты. Депутаты законодательного собрания предложили увеличить штрафы за пропаганду гомосексуализма, утвержденные ими в апреле. Напомню, тогда народные избранники приняли поправку в региональный закон, по которой запрещена любая агитация однополой связи среди детей. Тогда за нарушение предлагали наказывать суммы от 1 до 50 тысяч рублей. Теперь же уличенные в пропаганде заплатят от 4 до 500 тысяч рублей. Инициативу уже одобрил Комитет ЗАГСобрания по культуре, образованию, спорту и молодежной политике. Окончательные решения примут на ближайшей сессии. Кроме того, областные депутаты предложили внести аналогичный законопроект в Госдуму. Все экспонаты скандально известной выставки современного искусства Родина уже смонтированы в бывшем помещении сибирской ярмарки. Для посетителей экспозиции откроется завтра вечером. Визуальная выставка кардинальным образом отличаться от оригинальной версии, впервые показанной в Перском музее современного искусства. Работы размещены на строительных лесах в бывшем заводском цехе, тогда как в Перми это была классическая музейная экспозиция. Известный галерист Марат Гельман сегодня порадовался благополучному завершению череды конфликтов вокруг открытия выставки в нашем городе. И даже предложил впредь именовать это собрание художественных работ новосибирским. В дальнейшем любые предложения, не только ко мне, а к любому из художественного сообщества в России и за рубежом, которые будут исходить от Новосибирского центра современного искусства, будут приниматься с радостью. То есть город доказал, что сюда можно привозить интересное, яркое, новое. И я бы даже так сказал, что так будет и впредь. Организации, помогающие незрячим детям, получили финансовую поддержку властей. Средства грантов позволяют общественников разрабатывать специальные программы. В результате дети, ранее считавшиеся потерянными для общества, становятся самостоятельными. Клавиатуру Артем не видит совсем. При этом на вопрос, как отличить клавишу до от ре, без запинки отвечает. Она левее двух черных. До этого пробовал играть на гитаре, но в будущем хочет освоить орган. Поэтому и переключился на фортепьяно. На гитаре сложно, там нужно струны зажимать и так далее. А на фортепьяно что сложного? Там струн нет, там просто клавиши. Новосибирские педагоги разработали собственную методику обучения слепых игре на музыкальных инструментах. Специфика такой, надо ребенку все пощупать. Мы им щупаем на ощупь. Мы их называем черные клавиши. И они, в принципе, этот термин запоминают. Где черные, которые у нас немножко вверх, не гладенькие, а это гладенькие. Уникальные методы адаптации детей в обществе придуманы здесь же. И зачастую бывшими выпускниками центра. Важно, что детей учат самостоятельно выполнять простые бытовые вещи. Уже с сентября к занятиям добавится гортенотерапия. Незрячих будут учить садить цветы и растения. В Новосибирской области около двух тысяч слепых детей. И большинство из них такой возможности не имеют. Ситуацию может исправить государственная поддержка. И коммерческие организации сейчас могут получать на свои проекты дополнительную субсидию. Серьезная финансовая поддержка. Вот в этом году это порядка полумиллиона рублей для таких организаций. Это первый раз на протяжении, наверное, последних десятилетий. В Ассоциации поддержки незрячих уверены, что на эти деньги смогут открыть несколько филиалов в районах области. Ольга Маховская, Олег Королевец, Новосибирские новости. Истории Виктора Драгунского знакомые с детства расскажут и покажут актеры театра «Глобус». Этим вечером премьера спектакля «Денискины рассказы». В основе сюжета 15 новелл, связанных воедино. Дениса Кораблёва в книге и на сцене сравнила Мария Черешнева. Перед генеральным прогоном режиссёр Алексей Крикливый даёт труппе последние наставления. У «Денискиных рассказов» немало экранизаций, но на театральные подмостки школьники 60-х выходят крайне редко. Мы от текста сильно не уходили. Это такой прекрасный текст, что его как-то даже грех его как-то пачкать. Мы отталкивались с него, как-то придумали там какие-то связи, сюжеты внутренние и разнообразили как-то, но текст оставляли почти без вмешательств. В основе 15 наиболее известных рассказов Драгунского. Он живой и светится, тайное становится явным, зелёнчатые леопарды. Лапша молочная, вся в пенках. Денис Кораблёв на сцене, как и в книге, не любит молочную лапшу, мечтает стать космонавтом, завести собаку и слона, когда станут жить просторнее. И хотя не претендует на славу Ивана Козловского, любит громко петь песни о гражданской войне. Идет на покое, гори ножи, покой, 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 покой! Александр Липовской – исполнитель роли Дениски, весь спектакль в движении. Это специфика детского представления, если для взрослых интереснее искромётный юмор Драгунского, детям важнее динамика. Александр интенсивности движения только рад, а к своему герою относится с искренним уважением. Взрослый, очень взрослый. Он умнее своих родителей, намного. И он в этом уверен. А родители и все взрослые вокруг очень глупые и считают меня ребёнком. Денис. Дениска и его сверстники – поколение, мечтавшее стать космонавтами. Авторы спектакля и актёры надеются, что игры школьников того времени не покажутся современному юному зрителю архаичными. Мне бы хотелось, чтобы мой внук немножечко попал в тот мир детства. Я его очень хочу привести на этот спектакль, чтобы он ощутил его, каким могло бы быть детство. Может быть, какую-то разницу почувствовал. У спектакля нет задачи показать эпоху. На фоне небросской сценографии прежде всего такие простые вещи, как дружба с одноклассниками или первая влюблённость. Мария Черешнева, Олег Макаров. Новосибирские новости. И это все новости. Всего доброго. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин